Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 9 октября. Вчера после того, как я выложила видео о посадке озимого чеснока, пришло очень много комментариев. И вот я не могу не обсудить с вами эти комментарии, потому что там много дополнений. Зачем я это делаю? Потому что, смотрите, я живу в одном регионе, у меня свой опыт накопленный годами, но есть люди, которые с таким же большим опытом живут в других регионах. И чтобы была картина более полной и более ясной, я сейчас вам прочитаю комментарии из других регионов, что может случиться с посадками чеснока, вообще, что может другое случиться. Потому что я вчера сказала, что он у меня никогда не вымерзал в жизни и никогда в жизни не болел, вот за всю мою жизнь. Но люди написали комментарии, у которых было точно так же всю жизнь. Он не болел, не вымерзал, но в этом году и у кого-то вымерз, у кого-то заболел. Сейчас мы все эти комментарии прочитаем и составим другое представление о посеве, посадке озимого чеснока. Вот вышел видеоролик. А, я сразу же отвечу на вопросы, которые я не затронула, но которые людей тоже интересуют, чтобы не снимать новое видео. Вот Галина спросила, вы сказали, оставляете в земле однозубки, а ботву вы срезаете или оставляете? Я ей уже ответила, но может быть других тоже интересует, что если я высаживаю вот эти маленькие бульбочки, сейчас я вам покажу, чтобы видно было, когда я высаживаю вот эти вот маленькие-маленькие семена бульбочки, чтобы не тратить время на их уборку, они вот вырастают в такие однозубки. Однозубки, по идее, нужно вынуть из земли, немножко подсушить, так же как тюльпаны, а потом осенью опять посадить. Иногда я этого не делаю, потому что они и так прекрасно растут, молодой свежий посевной материал, с ним ничего не случится, и вот спрашивают, а ботву убирать или нет? Ботва, она засыхает, она в средине августа сама засохнет, она засыхает так, что иногда даже если вы хотите убрать, вы её не сможете убрать, не сможете найти. Ну вот высыхает вообще полностью вся, так что вы ничего с ней не делаете, она сама засохнет, она прекрасно на будущий год вылезет, новый росточек и всё. Вот пишет Ольга, комментарий, который я хотела обязательно прочитать, потому что именно про морозостойкость. Я была на 100% уверена, что чеснок не может вымерзнуть априори, вообще никогда. Пишут, ой, Олечка, не знаю насчёт морозостойкости, никогда не вымерзал чеснок, а в этом году осталось практически без него. Из пяти грядок в общей сложности осталась одна, и то громко сказано. И бульбочки, и зубчики сажала очень хорошие, крупные, неповреждённые, всё по срокам, как у вас. Но, увы, чуть не плакала, это не только у меня, живём почти в одном климате. Вот оказывается, чеснок может и вымерзнуть. И это не единственный комментарий, все люди удивляются, почему именно в этом году никогда в жизни не вымерзал. Вот Наталья Попова написала тоже очень хороший комментарий, хочу прочитать именно его. Бульбочки хороши тем, что оздоравливают посевной материал, так как они не соприкасаются с землёй, поэтому не заражаются грибками, другими инфекциями, но минус, долго по времени. Но оздоравливать надо по-любому, я, дурочка, игнорировала всегда, это надеялось на русской авось. Вот и поплатилась. В прошлом году чеснок из-за сырой погоды заразился серой гнилью, в этом году практически осталась без чеснока, замочила в фитоспоре, не посадила, посмотрим, что будет. Но подстраховалась, заказала, ну так, так. Но вот это неважно, что где заказала. Так что не повторяйте мои ошибки, выращивайте через бульбочки одновременно с супчиками, как и советует Ольга, чтобы не пролететь. Вот это ещё раз, я забыла, да, указать про этот нюанс, нюанс, что когда мы высаживаем бульбочки, мы обновляем вот эти посадки чеснока, когда мы посадим зубчиками, он у нас, ну так же, как картофель, вот высаживаем, высаживаем один и тот же картофель, но нужно когда-то взять и купить вот молодые, вот такой молодой посевной материал, это советую делать раз в несколько лет, вот так же бульбочки. И про то, что он заразился, чеснок, значит мы делаем вывод, что всё-таки, если вы купили посевной материал в магазине или где-то на рынке, и он у вас неизвестный, то лучше его перед посевом обработать, будь то бульбочки, будь то однозубки, хоть это зубчики. Как обработать, я сейчас расскажу в конце. Вот ещё опять же про очуметь какие цены, у нас в Краснодаре была выставка, килограмм за 100 рублей, а у нас вот 1400. Дальше, это про цену. Так, сейчас ещё где-то важный-важный, где помёрз чеснок вообще. Вот под предыдущим видео я писала, что я никогда тоже не обрабатывала, но в прошлом году заболел серой гнилью, это вот тоже Наталья пишет, пришлось замачивать в фитоспорине, а у вас, Ольга, скорее всего, чеснок постоянно оздоравливается, потому что вы садите ещё и бульбы, и надо каждый год садить хоть немного. Я не только ещё и бульбы сажу, я вообще всю жизнь садила всегда только через бульбочки, и поэтому получается у меня каждый второй год новый чеснок обновляется. Вот, наверное, скорее всего, поэтому он у меня и не болеет, он у меня и не вымерзает, поздоровее немножко, потому что это молодая кровь. Только через бульбы сажу всегда, потому что это экономно и вот по обновлению материала. Вот, еще одна Ольга пишет, хотела почитать вот этот вам комментарий, ой-ой-ой, не туда нажала, сейчас откроется. Еще прошлой осенью согласилась бы на 100%, что чеснок не может не взойти. Оказывается, очень даже может. Этой весной на 4-5 метровых грядках взошло всего 15 чесночин, чего ему не хватило для счастья, неизвестно. И это не только у меня, если кто подумал, что у меня руки не из того места. Такая фигня у всех в нашем садовом обществе. Стилистику текста сохраняю, читаю все, что написано. За 12 лет моего огородничества бывало всякое, сажала в рекомендованные в нашем районе сроки, и в более ранние, и в сырую землю, и в сухую. Зимы бывали снежные, и вовсе без снега, и чеснок всегда рос. А один год получилось так, что земля к тому моменту, когда я добралась до посадки чеснока, уже промерзла сантиметров на 5-8. Я долбила этот ледяной пласт, сняла его с грядки, воткнула, как смогла, чеснок, а сверху забросала мерзлыми кусками земли, снятыми до этого. И он взошел. Вот это ужас, да? Это я от себя добавила. И вырос прекрасный. Вот чего ему нужно было в этом году, непонятненько. Так что вот смотрите, дорогие мои садоводы-огородники, может быть и такое, что чеснок может вообще не взойти. Откуда это, из посевного материала такие проблемы, или еще из чего-то, я не знаю. Но так как у нас появились новые вводные данные о посеве озимого чеснока, тогда придется добавить, что если вы, как если вот мы уже узнали, что он может заболеть серой гнилью, у него могут быть вот эти проблемы, и если вы используете не свой оздоровленный вот такой посевной материал, то, конечно, лучше всего тогда его обработать. Ну, во-первых, его нужно подержать в поваренной соли, ну, вот в обыкновенной нашей, ну, пользуемся которой. Обычно делают 3 столовые ложки на 5 литров воды. Вот пока вы будете там готовить грядки или что-то, замочите. Пишут 5-10 минут достаточно. Это, как тоже дезинфекция и от насекомых, и затем, чтобы исключить вот все грибковые заболевания, вот эти всякие серые гнили, разведите из расчета 1 столовая ложка на 10 литров воды, но я не думаю, что столько у вас много посевного материала, можно 1 чайную ложку на 5 литров воды медного купороса, и совсем на маленькое, на короткое время, просто опустите туда 2-3 минуты, можно в сеточку уложить весь посевной материал, окунуть, 2-3 минуты подержать и вытащить. После этого не нужно промывать водой, сразу высаживать на грядки. Вот такая обработка кратковременная медным купоросом даст вам гарантию, предохранит ваш посевной материал от всяких грибковых заболеваний. Это и серые гнили, это тоже грибковые заболевания, это другие там есть, перечислять не буду, заболеваний в почве может быть всё. Если вы не обрабатывали землю, но некоторые люди ещё даже обрабатывают землю, если у вас, например, в этом месте было заболевание, этим летом какое-то, то лучше пролить медным купоросом, то же самое 1 столовая ложка на ведро воды, пролить грядочку, вот так немножко смочить, подержать её, желательно лучше за день до этого. Хоть и говорят, что медный купорос и вредно, и он накапливается в земле, но иногда никакими другими средствами побороть вот эти вот споры грибные в земле невозможно. Я считаю, лучше один раз осенью полить медным купоросом, чем на будущий год, что все посадки сгниют. Тем более, если вы делаете осенью, до следующего года, пока там растения будут расти, он всё равно немножко как-то нейтрализуется. И дальше, делаем грядки, если крупные, вот под зубок, делаем грядки, бороздки располагаем на расстоянии 20-25 см друг от друга, если взрослые зубки. Глубина 6-8 см. Делаем так заглубление, чтобы над зубком было 4-5 см земли. Расстояние между зубчиками примерно от 6 до 10 см. Кто как делает, смотря какие сорта, если очень крупные, больше отступайте. Если у вас чеснок мелкий, сорт поменьше. И после того, как вы воткнули, закрыли землей сверху, для того, чтобы не замёрзло, раз вот мы уже видим, что вымерзает у кого-то чеснок, значит у вас тоже может вымерзнуть. Лучше всего, так же, как я показывала лук, перегноем 2 см, вот эти бороздки присыпать, сверху ещё так, ну как сделать насыпь наверху. Весной можно его разровнять. И сверху тогда ещё чем-то замульчировать. Будете убирать, например, я вот кустами перца болгарского укладываю. Иногда один год, ну это я лук укладываю, но теперь можно и на чеснок укладывать для предохранения. Я один год, у меня было много георгинов, кусты георгинов, кусты флоксов срезала, укладывала наверх. Мульчируйте, листьями можно, можно сеном, можно опилками, но про опилки я уже говорила, весной их нужно в ранние сроки снимать, чтобы она, земля прогревалась. Всё. Вот это по следам наших комментариев, я сделала дополнение для тех, кто новички, для тех, кто не знает, ещё не выработал схему выращивания своего чеснока. Как говорится, с мира по нитке, у меня, видите, у меня положительный и удачный способ выращивания. У меня до сих пор ещё, вот не было ни вымерзаний, ни заболеваний, но как оказывается, вот по комментариям других огородников, я поняла, что всё-таки у кого-то может и заболеть, у кого-то может и замёрзнуть, и чтобы вас не постигла вот такая вот неудача, эти неприятности, значит нужно обрабатывать, и значит нужно утеплять грядку. Всё, до свидания. С вами Ольга Чернова. Надеюсь, после вот этого дополнения, после обсуждения комментариев, у вас будет более полная картина такая о посадке озимого чеснока, ну, значит всё-таки он тоже, с ним может быть неприятности. Всё, до свидания.